Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Вечные ценности» и её ведущая Гульмира Шалабаева. Сегодня у нас в гостях казахский поэт, писатель, переводчик, сценарист, кинорежиссёр, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства, заслуженный деятель Казахстана, член Союза писателей Казахстана Бахаджан Конопьянов. Мы поговорим с ним о творчестве, о современной казахской поэзии и прозе, об актуальной ситуации на литературном рынке Казахстана, ну и, конечно же, о вечных ценностях. Здравствуйте, Бахаджан Мусаханович! Добрый день! Мы рады приветствовать вас на нашей передаче в студии. Расскажите, пожалуйста, как, каким образом вы оказались в литературном творчестве? Вот так внезапно уйти из металлургии в поэзию – это сильный шаг. И правда ли, что на ваш этот выбор большое влияние оказал Ужас Умарыч Сулейменов? Ну, все верно, и тем более этот год и год 85-летия Ужас Умарыча Сулеймена, моего учителя. Так что уместно будет об этом сказать. Я был студентом где-то уже третьего-четвертого курса, политехнического. И здесь, как у всех алматинцев особенностей, там где-то поэтический запен по возрасту, все. Стихи шли, можно было описать любое явление в Алмате. Как раз так совпало там. В 1973 году была пятая конференция писателей стран Азии, Африки. И в таком городе, как Алмата, там где-то на Коктебе, везде можно было спокойно встретить и Расула Гамзатова, Чингиза Айтматова, наших прекрасных поэтов из Москвы, Рождественского, Вознесенского. И вот у меня дядя, вот когда-то ему мама сказала, вот пишет и пишет, а он вообще-то инженер-металлур. И этот дядя, близкий друг Олжаса, Шот Айдарисович Валиханов, он привел, сначала показал стихи мои. И в конце 80-е, приятно об этом вспомнить, а мне было тогда где-то 20-21 год. И Олжас сказал, приводите этому молодому человеку, ну своему другу, Шот Айдарисовичу. Вот так пошло, поехало. Ну, это был тернистый путь, конечно, но путь прекрасного такого вот, который ушел из прекрасного времени, из тех самых звездных 70-х прошлого столетия. И в итоге, что получилось, то получилось. Какие первые поэтические произведения, о чем или о ком они, какие события послужили источником вдохновения? Ну, во-первых, Алмата – это город у подножья гор. Это моя строчка такая. То есть это герзаметр гор, который уходит далеко где-то в степь. И, то есть, не зря я уже спустя годы так объявил присутствие там известных поэтов мира, что Алмата – это столица поэзии. Ну, и здесь невозможно не быть. Поэтому когда-то даже где-то так из летописи есть, впервые, когда Майя Плесецкая оказалась в Алмате, она вот прекрасные слова сказала. «Город, такое ощущение, что дома в тени деревьев, отдыхаю». Ну, сейчас, к сожалению, мегаполис здесь, мегаполис, и уже деревья чахнут в тени небоскреба. Ну, что поделаешь? И вот здесь многие же, и мои друзья, независимо, кто по специальности это будущий, все писали стихи. Кто-то публиковал, у кого-то получалось, у кого-то… Но все равно это состояние души, все равно это как бы и основная часть тех самых вопросов, которые называются «вопросы вечности». С целью показать красоту, образность и мелодичность казахского языка вы занялись поэтическим переводом. Переводили Абая, Шакарима, Мохамбета, Джамбела и многих других. Скажите, пожалуйста, какими навыками должен обладать хороший переводчик? Ну, опять же, это мое мнение, может, ну, как где-то отчасти профессионала, уже посвятивший где-то большую часть своей жизни этому. Все-таки надо быть действительно… Хорошо знать прямо на молекулярном уровне язык, на который переводишь, и хорошо знать с языка, с которого ты переводишь. Это, наверное, в идеале, чем меньше зазор, тем воплощение ближе к истине. Ваш поэтический сборник «Достояние души», презентованный под псевдонимом Жан Бахет в 2017 году в Париже. И я знаю, что именно этот сборник был отобран среди 30 других в рамках республиканской акции «Одна страна, одна книга», приуроченный к 30-летию независимости Республики Казахстан, как один из лучших образцов современной казахстанской литературы. Мои поздравления. Спасибо. Можно ли этот сборник считать вашей поэтической исповедью за последние 30 лет? Как изменилась страна за эти годы? Изменились ли вы сами, как личность, как поэт, как человек? Мне трудно говорить о себе изменился. Конечно, изменения есть. Страна изменилась и в лучшую сторону, потому что от тех самых незапамятных 90-х годов, когда вот... Конечно. Да, и... Колоссальный шаг вперёд. И не один. Ну, вспомните, вот и вы не только свидетелем были, и участником была такая программа вот в конце 90-х годов, в начале этого века уже «Культурное наследие». И вот за эти годы я уже так метафорой, можно сказать, это образно могу сказать, что эта программа превратилась уже в наследие культуры. В этом и заключается вот изменение в лучшем. Если культурное наследие, это создавалось оно так, а теперь уже и наследие культуры. Вот даже обратите внимание, это и среди музеев есть. Как сейчас изменить гиды и шкурсоводы? Они все уже, если, ну, в начале там суверенитета немного были так, скажем так, скованы, заторможены, сейчас раскованы в лучшую сторону. Это тоже говорит и о культуре. Если раньше ходили на балеты, или все, в основном, ну, тех же 90-е, там, в основном зарубежные, там, посольские работники, а сейчас уже и астана, балеты, астана, оперы. В некоторых стихотворениях вы противопоставляете городскую жизнь аульной, тихую природу шумному каменному монстру. Аул, ближе вам к сердцу, как вам удается в итоге найти гармонию во всей этой всемирной суете, век всемирной суеты? Ну, надо так, где-то с сожалением признать, аула как такового нет сейчас. Ну, есть стихотворение, а не нас коснулось, и то, что мы постарали, вот откуда все многие писатели вышли, наши казахские, они открывали библиотеки. Ну, вот сейчас многие меценаты уже возврат идут, возрождается аул, ну, какой он будет, ну, это будет аул 21-й. Аул же понятие такое, как и у импрессионистов Японии, вот, в которой они не бывали, допустим, кто-то бывал. Ну, то есть это такое же понятие. Это для нашего такого уже, можно сказать, почти 20-миллионного населения Казахстана, это уже как порядок вещей. И то, что, ну, где-то вот все равно, даже находясь в городе, у меня есть стихотворение, как мальчик впервые увидел коней, отец его повел, увидел коней в цирке. Ну, и мальчик не понимал, почему отец скучает. Не скучает, а как бы это, грусть у него, вот чисто вот. А мальчик радуется, видя цирковую лошадь, которая дает круги. Но ностальгии у вас нет? Вы считаете, что это просто веление времени? Это тот прогресс, от которого... А вот по поводу ностальгии. Помните, опять же, если у нас такой разговор и о цифре, и о чувстве слова, вот как-то не только у казахов принято навещать могилы предков раз в пять лет, ну, на родовое кладбище ехать. А сейчас, вот при нынешнем положении, я сам, наверное, можно вот открыть в цифре гугл-планета и дойти до своего родового кладбища. Там холмики тех же своих и родителей, они видны через компьютер, через интернет. То есть, ну, все равно это же кто-то там... Не все же живут в Казахстане сейчас особенно. Мир открыт, и Казахстан открыт миру, и все живут в других странах. Ну, посвящение, тем более, в это такое вот пандемийное время такое, вот когда вот действительно я за последние два года, уже второй год идет эта эпидемия, я, в смысле, мало куда ездил, чисто так, а также всегда ездишь. Но сейчас, что хорошо, вот опять этим же книги переводятся, в смысле, ну, уже хорошо, вместо тебя путешествуют книги, а я всегда это в библиотеках разных стран. Это тоже хорошо. Романтика, любовь к ближнему, гармоничные человеческие взаимоотношения, красота природы, наши горы, это тоже играет непоследнюю роль в вашем творчестве. И это тоже вечные ценности? Это не мне судить, но все равно это должны судить читатели. А я вот как читатель, и как издал, скажем так, вот это там не только вечность, там фундаментальная вечность, издал 50 томов гения казахской словесности Мухтара Амархановича Авозева, полная академическая ценность. Вот некоторые тома я наизусть помню. Все-таки вот если взять эту эпопею, как написано, и у каждого времени свой переводчик. Сейчас вот это эпоха Анатолия Андреевича Кима, перевод его эпопея была. Да это были там и Нур Тразин, и Соболев, и Анна Никольская. Тоже это для того, почему дорогие те переводы, потому что их непосредственно как бы так редактировал, сверял сам Мухтар Амарханович. Вообще у него уже жизнь уникальна, он действительно кочевник, можно сказать, с авиабилетом. Из всех писателей Казахстана ему удалось побывать первому и в Японии, и в Америке. А какой у него путешествие, какой у него эссе «Моя Индия». Вы и сами много путешествуете. Поддерживаете связь с коллегами по Перу во многих странах. Ваши стихи путешествуют с вами по всему миру. Считаете ли вы себя космополитом? Или просто, как вы метко сейчас сказали, я тоже возьму на выражение, только поэты умеют так образно, метко и точно выражать какие-то образы. Вы сказали, кочевник с авиабилетом. Это прекрасно. Это в сталинскую эпоху космополит имел такой негативный оттенок. Нет, 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 я тоже только со знаком плюс. Да, на самом деле это же, ну, всё-таки ты когда получила от родителей, от того же аула или города, те самые нравственные ориентиры, они соприкасаются с миром. Вот меня, например, французы... Если они у человека есть, они с ним всегда, где бы он ни находился, так ведь? Это тот стержень, который держит человека. Вот, например... И помогает жить. Во Франции вышла книга у меня на французском языке, переводила там Терри Маринет, Кира Сабгир написала предисловие, четыре года назад. Я не говорю, вот Бахжан не звучит для французского читателя. Давай ему тебя, говорит, Жан Бахытом назовём. Ну, я согласился на эту поэтическую авантюру. Ну, очень даже очень симпатично, да. Ну, Жан для них это так... И потом вышел, вот сейчас у них тоже есть такое имя, да? Да, с таким именем выходит. То есть я не пошёл против имени данным родителям, только переставил. И книга называется «Обратная перспектива», «Обратная перспектива инверсии». То есть, ну, здесь... Хорошо, когда через твои произведения узнаётся не только, ну, твоя судьба, но это у любого поэта. Ну, узнаётся и народ, который... И культура. Да, из которого ты вышел. Ландшафт той стороны, из которого ты... Ну, это же... Это тоже прекрасно, конечно. Как бы это одно вытекает из другого, правда? Давайте поговорим о современном литературном рынке Казахстана. Ну, наверняка у вас, как у члена правления Союза писателей Казахстана, члена казахского и русского пен-клубов, члена правления Европейского конгресса литераторов в Праге, где вы представляете литературу Казахстана и Центральной Азии, уже давно сложилось мнение о том, какие произведения или авторы быстрее добьются успеха или популярности. Те, которые следуют конъюнктуре, а значит, злободневной. Или те, кто не оглядывается на неё. На ваш взгляд. Кто быстрее добьётся успеха. Да, ну, здесь действительно... Вот сейчас такого количества тиража нет, как в советское время это было. Это однозначно. То есть здесь, конечно, и свою такую, в кавычках, помощь оказала интернет и всё. Ну, то есть, например, по поэзии, поэзия превратила в естественное состояние салонности. Это и в Москве, и за рубежом, и у нас, в Казахстане. Ну, в другой стороне, есть такие юбилеи, как, допустим, вот в прошлом году путь Абая, вернее, самого Абая, 175 лет. Да. На десяти языках издали его. Через него, ну, это же Абая. Если когда-то Аполлон Григорьев сказал про Пушкина, Пушкин – это наше всё. Ну, можно про Абая, так сказать. Конечно. И то, что вот в августе день рождения – это уже как праздник у нас уже, 8 августа. И у нас 1 сентября начинается с уроком знаний, если можно, и с уроком Абая. Тоже это, это, то есть, вот я с удовольствием покажу. Вот Абай на десяти языках я был составителем этого. Для меня это дорого. Ну, в прошлом году была зима с Робой, ещё до пандемии я где-то поскользнулся, упал, перелом был. И в больнице меня разосхал Роан Кинжихан, он глава бюро переводов из Астаны. Ну, Бахыжан говорит, вот мы только вас просим, как это было в начале 20-го года этого столетия. Ну, я говорю, ну, видишь, я в каком состоянии. И действительно, как-то так вот, всё во мне так очень рад и судьбе, и этому предложению в больничном палате, вот, осталось наедине с Абаем. И в результате вот такой предисловий написал Касум Жамар Кемельевич Штокаев. И на китайский, вот через Чистокол китайских иероглифов все равно образ Абаяца. Через французское ляце вот тоже идёт Абай. Так что здесь это всё нормально. И памятник во многих странах. Да, да, открывались в прошлом году. Действительно ли ежегодный Всемирный день поэзии появился с вашей лёгкой руки? Расскажите, пожалуйста, историю появления этого праздника. Ну, об этом есть и в стиле Международный день поэзии. Вот, ну, это писала литературная газета. 96-й год. Столица перебралась уже в нашу нынешнюю столицу. Марку Дюсенбега на Кипову. Вот он всегда, он так поддерживает такими. Я говорю, вот, всё-таки. Вот этот день, как раз это высокостный год, Касьянов день, 29 февраля, он никому не нужен. Раз в четыре года появляется и исчезает. Ну, как кристалл поэзии. Вот возникла идея. Давайте пригласим, ну, сын. Всё-таки попрощаемся с Алматой уже. Алмата не столица, потом она только термин южной столицы. И откликнулись. И Андрей Вознесенский, и Белла Ахатовна. Ну, здесь как-то надо наполнить, надо не просто приездить. Тут, конечно, и кончина Иосифа Бродского, его помянули. И решили объявить Алмату столицей поэзии. Прекрасно. Всё, тоже так нарисовали письмо в ЮНЕСКО, отправили, чтобы международный, сначала Международный день поэзии, а потом Всемирный решили, когда ЮНЕСКО. ЮНЕСКО два года молчало, а потом они объявили не 29 февраля, но тоже хорошо, 22 марта. На УРЭС тоже, ну, есть такое решение, 30-е, на 30-е сессии ансамблей ЮНЕСКО, вот это было. Ну, там ещё из Москвы, конечно, там тоже были предложения какие-то. То есть витало это, флюидно витало воздух, и Андрей поддержал хорошо, Белла Ахатовна. Ну, то есть и так вот, Олжасу написали, он тогда где-то в Италии ещё был. То есть вот так и пошло. Потом через 4 года всё равно, если это 20 марта ежегодный день, а мой, Конопьяновский, как говорят, он раз в 4 года, то есть кристалл-то появлялся 29 февраля, раз в 4 года, высоко. Потом следующий, вот через 4 года было в Голландии, потом ещё где-то. Ну, и так всё всё равно постепенно переросло в ежегодный. Ну, очень здорово. Ну, а потом даже были такие вопросы, связанные, кстати, с... насчёт ценностей, всё такое. А что делать в этот день, в день? Ну, надо было как-то в таком же духе отвечать. Просто возьмите стихи любимого поэта и почитайте, уделите часа два этому. И вот так. А сейчас с приходом Фейсбука на нашу проссору, и уже каждый день отмечают, каждый год отмечают. Вот опять же цифра. Стоит какую-то, если раньше там проходишь, какие-то препоны, цензурные, какие-то идеологические, в советское время тоже... Ну, да, да. А сейчас вот, ну, если они хорошие стихи, если образ, метафора хорошая, в мгновение ока можно пустить вот в паутину и отклики со всех. И какой сразу мгновенный охват потрясающий. Вот, например, опять же, если вернуться к Алмате, вот так, в Сербии есть издательство, Алма называется, вот. Издательство называется Алма. Они предложили, говорят, ну, вы же алматинец. Я говорю, ну, да, ну, хотя родился я на севере Казахстана, но, говорю, алматинец. Ну, всю жизнь Алматинец. Да, мы хотим вас издать. А у меня стихотворение есть. Алма, ну, Алма имеет в казахстве два значения. Это первое значение, яблоко, вот и я, яблоко. А второе не бери. А второе не бери. Ну, глагол не бери, то есть недотрога там, или что, плод запрета, если так, по большому. Ну, они вот в своем издательстве в Белграде издали вот мое Алма, яблоко. Ну, для них непонятно вот, потому что глагол. Ну, тоже в этом есть мотивы, которые... А потом сейчас плотное время, плотное время диктует уже сейчас даже... Ну, никто не одолеет, допустим, те же 50 томов гения нашей казахской словеси, Мухтара Мархановича. Ну, в смысле, для этого нужно десятилетие читать и все. А вот в прошлом году мы издали, 25 лет назад, издали вот ежедневник Абай, мысли Абая его так и смотрят. Потом уже в прошлом году опять ежедневник, 175-летию. То есть Абай переводит там, допустим, русских поэтов. А кого переводил Абай? Того же Пушкина, Лена. А в этом году 85 лет Улжасу Маруичу, и тоже мы его мудрые мысли в таком календаре делаем. Это тоже диктует. И каждый новый день там что-то новое. Да, да. Ну, конечно, 18 мая, день его рождения, мы пишем, что в этот день родился. И высказывания о нем, и вообще здесь что-то взято из-за зая. Да, мы в основном сейчас в большей степени... Вы говорите о поэзии, о прозе. А каким образом литературное творчество... Мы же помним, что вы кинорежиссер. Помогает в работе в кино, на телевидении? Помогает? Ну, вспомним, давайте классические примеры. Вот раненый, допустим, Балконский, из Толстого, если, на поле Аустерлица. Ему такое вот явление идет, там, это все там с небес, это все... Это писатели, они как-то еще задолго до кинематографа. Или возьмем, это вот, как же, возьмем, опять же, Чингиза Айтматова. Вот, вот это вот, вереница идет на родовое кладбище, и надо... А там запрет, колючая проблема, не пускает. Ну, и что делал такой, ну, который работал, действительно, в кино, автор многих сценариев, Чингиза Айкулович. Он показывает глазами орла. Орел перелетел, и вот над этим все вот это, как вот, как это, ракеты должны взлететь, и все. То есть это... В общем, без крепкого литературного текста и сценария, и не будет хорошего кино. Это та основа, да? Да, это классика, основа. Но есть же, есть же другое, когда уже из кино выходят такие уже, без сценария, без всего. Вначале появляется кино и явление, а потом уже литература. Такие случаи тоже есть? Примеры? Есть, но тоже Андрей Тарковский «Зеркало», пожалуйста, это да. Там, конечно, есть мотивы стихотворения его отца, а в целом же это тоже. Как вы считаете, какие темы интересуют современных читателей? В курсе вы, что сегодня читает современная молодежь? Какие книги, каких авторов вы в курсе? Вот вы же издатель. Ну, здесь опять же, если я оглянусь на Фейсбук, там есть же там стихи любимых поэтов идет. Вот там каждый вот, потом сможем, мне 27 лет, вот пишет там кто-нибудь такой вот, пробует писать стихи. То есть, ну, это те же вечные ценности, которые вот переходят на цифру, и потом все равно они дают о себе знать. А что читаю, ну, например, я не знаю, мне за них трудно судить. Ну, в целом же такое племя-то молодое, незнакомое, с одной стороны, а с другой стороны, вот, ну, когда вот переводит, вот это Даяна Лазаревича, и 27 лет живет в Балкану, переводит Бахажана Конопьяна, я, как говоришь, снимаю шляпу. Когда вот Игорь Крупко пишет, тоже ему 26 лет пишет, экзаметры, то есть здесь, конечно, отбираешь то, что тебе близко, как таковое, а кто-то другого найдет. Сегодня в нашей беседе очень много говорите и повторяете постоянно о цифровизации. Как вы считаете, вот в век информационных, развитых, продвинутых технологий появятся, говорят, роботы. Если они начнут писать стихи, это возможно? И как вы считаете, кто там пишет лучше, робот или все-таки человек? Ну, с этим каждый, наверное, вот, человек творчества сталкивается не только, кто напишет, допустим, холст, там, допустим, полотно. Ну, например, вот если такая строчка есть из моего стихотворения, которая не была написана вот так, вот снег нас сблизил с небом. Ну, это вот прекрасный алматинский снегопад, который вот только в Алмате можно его наблюдать. Ну, как бы ни закладывая это в робот, в компьютер, все равно образа как такового не получится. Может, об этом же когда-то так и проверяли Евгения Онегина тоже через этот, ну, с небом сблизил снег. Ну, что-нибудь такое вот. В лучшем случае получится хорошее подстрочие. Да. То есть, да, все равно, ну, как это сейчас больше говорят человеческий фактор, ну, здесь я больше понимаю, как чувственное начало, все равно без этого не обойтись. Да, да, да. Без чувственного начала, без эмоций. А поделитесь, пожалуйста, своими планами на будущее. Ну, когда вот такой вот тяжелейший недуг человечества, вот, пандемия, в смысле, с планами... Сейчас есть такая уникальная возможность, когда есть такие вот режимные составляющие, ну, особо так беречь себя надо там это все. Читайте литературу. У каждого есть своя домашняя библиотека, есть она и в таком... Есть аудиокниги, есть интернет тоже самое, есть, ну, электронные. А творческие ваши планы? Я это имела в виду. Ну, я, наверное, что-то где-то отчасти сказал, вот, где-то так, будет это эссе или что, ну, издав 50, там, Мухтар Амархановича, вот это вот, его, в свете 21 века, 21 столетия, вот, ну, в смысле, именно вот, в мировом его путешествии, его кочевье, я бы хотел это там... Воплотить. А так, потом, как Вознесенский сказал, стихи не пишутся, случаются, и поэтому здесь где-то и творчество, а... Где-то и спонтанно. Да, проза требует определенного места, ну, чтобы сидеть, писать. Спасибо вам большое за книги, которые вы мне подарили. Я с удовольствием их почитала, посмотрела, прониклась. Есть интересные вот страницы с прозы, вот эта книжка «Кофи-брейк», одна из последних, которую я прочитала вашего творчества. И вам спасибо большое за беседу, за то, что вы нашли время прийти к нам в студию. Я желаю вам крепкого здоровья и творческого долголетия. Сегодня мы говорили о поэзии, о влиянии литературы на умы и сердца читателей с прекрасным поэтом Бахаджаном Конопьяновым, удостоенном в конце прошлого года государственной премии в области литературы и искусства имени Абая за сборник стихов «Достояние души». А закончить программу мне бы хотелось строкой из его произведения. Проходит все, бессмертная только память, земные и великие дела, воплощенные в стихах, легендах, камнях. Помните об этом и читайте поэзию. Мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире телеканала Абай. Субтитры создавал DimaTorzok